Три часа ответов на проблемные вопросы – это своеобразный сложный экзамен для всех чиновников, тем более, что шаблонов для ответов нет. За время пик Сергей Ашмянцев принял более четырех десятков звонков. Особо активными в этот раз оказались жители областного центра. Наверное, не откроем Америку, если скажем, что вопросы сферы деятельности жилищно-коммунального хозяйства на первом месте в списке обращений – порядка 40%. На втором – 19% – жилищная тематика. Больше стало вопросов, связанных с трудоустройством. Вопрос, конечно, непростой. Мы это прекрасно понимаем. И я разделяю ту озабоченность, которую проявляют люди. Потому что сегодня потерять работу, когда-то мы об этом мало, когда-то кто-то думал лет 20 назад об этом, даже моти меньше, но сегодня мы все начали понимать, что такое работа. Поэтому, первое, надо ценить работу, у кого есть, как мы говорим, да. Ну, а второе, нам на местах, органы власти, конечно, оказывают частное содействие в развитии, создании новых рабочих мест, предприятий. Именно поддерживать все предложения индивидуальной, приятной, которой хочется заниматься малый, средний бизнес. Еще один пласт вопросов, касающийся жилищной сферы, что включает в себя индивидуальные застройки, предоставление социального жилья, выделение семейных участков, подстроительство, а также кредитование и получение льготных кредитов. Все поступившие на прямую линию вопросы будут проанализированы, рассмотрены. На все будут даны ответы. Но стоит отметить, что на многие звонки могли дать разъяснение и на местах, в районных исполкомах. А значит, есть некие недоработки. Какая-то обаяковость, что ли, к чужой боли. Пенсионеру, инвалиду нужно просто объяснить, почему в аптеке по месту жительства нет нужного лекарства и где можно его найти. Цена вопроса уделит немного больше времени и внимания. Вопросы, в принципе, остаются прежние, к сожалению. К сожалению, почему? Потому что те вопросы, которые должны решаться, многие вопросы, где-то бы, я не хочу там давать оценку, какой-то, но проценту до 90-го, должны решаться на местах. И они здесь все равно без помощи первичного там звена, они не решатся. Поэтому я еще раз вижу то, что мы будем вести разговор и на сессии областного совета, который будет состояться у нас в феврале месяце, о том, чтобы быть более внимательным и относиться к всем заявителям, которые обращаются по тем или иным вопросам. Второе, чтобы именно не ждать, пока люди придут к тебе по тому или иному вопросу. Еще перед началом прямой линии Сергей Ашмянцев предложил поступающие вопросы рассматривать оперативно. Главное – услышать как можно больше людей, дать им возможность высказать наболевшее. В этом и есть суть прямых линий. А потому некоторые моменты председатель Совета депутатов разъяснил сразу. Некоторые заявления передавались на рассмотрение местным властям. 43 вопроса, 43 полновесных ответа, наверное. Поэтому и пользуются прямой линией такой популярностью у населения, поскольку именно чиновники высшего ранга могут решить нерешаемые вопросы или заставить других разобраться в ситуации. Ведь после поручения председателя сотрудники отдела по обращению граждан проводят проверку, ищут пути разрешения ситуации и дают официальные ответы. И работу эту нужно усилить. Будем надеяться, что, конечно, мы и раньше, если вспоминаем те 90-е годы, после 90-х, когда было сложно, казалось, да, ну, мы вышли из этой ситуации, и сегодня выйдем. Все это, как говорится, проведет время, кризисы проходят. Но наша самая главная задача сегодня – сохранить эти производства, коллективы, всем, чтобы потом можно было успешно работать. Лариса Осмолович, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.